Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами снова мы, ой, Дмитрий Иванович и мой Аргентум. Химия, мои юные зрители, наука уникальная. С одной стороны, абстрактная, поскольку имеет дело с формулами, мудреными законами, мельчайшими частицами, которые в микроскоп ты не разглядишь. Но с другой стороны, чрезвычайно конкретная, так как изучает бесчисленные вещества, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни. Давайте-ка я напомню адрес, по которому вы сможете задавать мне и Аргентуму свои вопросы. Итак, записывайте. Город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя» профессору Витрию Ивановичу. Да, конечно, и тебе, Аргоша. Вопросы, дорогие мои, можно задать также на сайте телеканала «Радость моя». Ну что, я думаю, что вы записали, так что не будем терять времени. Посмотрим, Аргоша, что нам там сегодня пришло. Так, пишет нам Настя Макарова. Дорогой профессор, скажите, пожалуйста, интересно ли с точки зрения химии вода? Если да, то чем? Как ты думаешь, Гоша, чем вода интересна с точки зрения химии? Сейчас мы ответим Насте. Настя, вода на самом деле очень интересная. И мы сейчас вместе с Аргошей тебе и всем телезрителям об этом расскажем. Аргентум, пойдем со мной. Итак, вода обладает целым рядом необычных, или, как говорят ученые, аномальных физических свойств, благодаря которым поддерживается жизнь на нашей планете. Мы остановимся на двух из них и с помощью химии попытаемся разобраться, откуда берутся эти аномалии. Начнем, мои юные друзья, с аномалии плотности. В отличие от других веществ, которые при охлаждении становятся плотнее и тяжелее, вода, замерзая, становится легче, и плотность ее снижается. Поэтому лед плавает на поверхности воды. Представьте себе только, что бы было, веди себя вода, как обычное вещество. Лед с наступлением морозов опускался бы на дно водоемов, и постепенно вся толща воды стала бы твердой. При этом все обитатели рек, озер, морей погибли бы. Но благодаря тому, что лед остается наверху, да еще и покрывается сверху снегом, водные обитатели прекрасно зимуют под такой вот снежно-ледяной шубой. Ну вот, Гошенька, вот мы и дома. Ты бы сходил, помыл лапой. Второе необычное свойство воды заключается в ее чрезвычайно высокой теплоемкости. Она значительно выше теплоемкости большинства веществ. Ах да, я совсем забыл рассказать вам, что такое теплоемкость. Так называется способность поглощать и удерживать тепло. Так вот, вода в природных водоемах нагревается значительно медленнее сухо, забирая при этом большое количество солнечного тепла. Полученное тепло она сохраняет дольше, чем воздух и земля. Не зря великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов любил повторять, ничто не происходит без достаточного основания. Ведь это удивительное свойство воды определяет климат всей нашей планеты. Как все-таки разумно, да, устроен наш мир? Мы отвлеклись. Вернемся к воде. Итак, загадочные, так называемые аномальные свойства воды, о которых я только что рассказал, объясняются химическим строением ее молекул и связью, которые эти молекулы образуют между собой. Вот смотрите, у меня в руках модель молекулы воды. Она примерно в миллиард раз больше настоящей. Аргент, ну тебе это устыдно, не знаю. Так задумайтесь, в миллиард раз это единичка и девять нулей. Вот такая молекула на самом деле маленькая. Недаром химики называют молекулами мельчайшие частички вещества, сохраняющие его свойства. Правильно, Аргент? Правильно. Однако малютки молекулы не самые крохотные в мире. Ведь сами они состоят из атомов. На нашей модели это очень хорошо видно. Она состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, связанных между собой особой химической связью. Есть смешная поговорка о дырявой обуви. Сапоги мои того пропускают H2O. Так вот, H2O это и есть вода. Друзья мои, перед вами химическая формула молекулы воды. Давайте попробуем разобраться, каким образом атомы связаны между собой в молекуле воды. Давайте посмотрим на атом водорода, который стоит у нас в таблице под номером 1. Это означает, что у него один единственный электрон, который вращается вокруг одного единственного протона. Атом водорода устроен очень просто. Так вот, этот один электрон, он легко отдаёт кислороду, который обладает гораздо большим сродством к электрону, как говорят химики. Иначе говоря, способностью притягивать электрон. И что же получается? Водород отдаёт свой электрон кислороду. Второй водород делает то же самое. Таким образом водород заряжается положительно. Теряя отрицательный заряд с электрона, да? А кислород заряжается отрицательно. Иначе говоря, молекула воды электрически неравномерна. Здесь у нас область отрицательного заряда, а здесь область положительного заряда. То есть молекулу воды можно представить себе как диполь. На одном конце сосредоточен отрицательный заряд, а на другом положительный. Диполь, то есть два полюса. Положительный и отрицательный. Таким образом, молекула воды полярна. Это очень важное её свойство. Запомните его как следует. Итак, что же у нас получается? В жидкости молекулы воды находятся близко друг к другу. При этом положительный водород притягивается к отрицательному кислороду. А отрицательный кислород, конечно же, подтягивает к себе положительный водород. Иначе говоря, все молекулы воды связаны между собой. Они образуют цепочки, сетки. Такую связь химики назвали водородной. То есть молекулы воды все связаны между собой. Именно поэтому у воды такая высокая теплоёмкость. Требуется очень много энергии, чтобы разорвать все эти связи и превратить воду в пар. Что касается льда... То есть здесь молекулы воды упакованы в жёсткую кристаллическую решётку. Она имеет совершенно особое строение. Она ажурная, имеет очень много пустот. И поэтому лёд оказывается легче жидкой воды. Давайте сейчас с вами это проверим. Посмотрите, никаким образом утонуть лёд не может. Вот почему плотность льда меньше плотности воды. Что касается аномально высокой теплоёмкости воды, при нагревании на одинаковое количество градусов вода способна воспринять больше тепла, чем другие жидкости. Но и при остывании вода отдаёт больше тепла. Поэтому, например, при нагревании вод мирового океана под воздействием солнечных лучей и их остывании, теплоёмкость обеспечивает минимальные колебания температуры воды днём и ночью, летом и зимой. Ну что ж, дорогие мои, вы только что узнали, что необычными физическими свойствами вода обладает благодаря водородной связи. И помогла нам в этом наука-химия. Правда, Аргентум? Правильно, правильно. Кажется, нам ещё пришло письмо. Гоша, ты не возражаешь? Я прочитаю его без тебя. Привет! Пишет нам Наташа Вакуленко из города Старый Оскол. Уважаемый Дмитрий Иванович, в прошлом году на крещение моя бабушка принесла из церкви воды. Эта вода стояла у нас целый год и совсем не испортилась. Бабушка говорит, что её осветили в церкви. А освященная вода может и сто лет простоять, оставаясь свежей. Объясните, пожалуйста, Дмитрий Иванович, почему обычная вода портится, а крещенская нет? Уважаемая Наташа, разрешите заметить, я не богослов, не историк, а всего лишь химик. А по поводу заинтересовавшего вас явления могу сказать, оно на самом деле имеет место быть. И послушайте старого учёного. Милая Наташа, даже не нужно пытаться разобрать чудо на детали. Тогда от него ничего не останется. В чудо нужно просто верить. Гоша вернулся, это значит, что нам пора прощаться. Наша передача подходит к концу. Я смею надеяться, мои юные друзья, что сегодняшняя встреча была для вас интересной. Вы узнали, как связываются между собой молекулы воды, и как эта связь влияет на её свойства. Убедительно прошу вас, присылайте свои вопросы по адресу город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Профессору Дмитрию Ивановичу и его верному помощнику Аргентуму. Вы также можете оставлять свои вопросы на сайте телеканала «Радость моя». До новых встреч! Всегда ваши Дмитрий Иванович и Аргоша. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!